МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Землю выпал десант инопланетных организмов. Я провел анализ частиц под микроскопом, и результаты меня потрясли. Радиолокаторы зафиксировали посадку НЛО. И тут отпали всякие сомнения, это были не люди. Аномальные зоны стали космодромами пришельцев. Я говорю, хочу стать космонавтом. Значит, они говорят, будете. Шаровые молнии прилетели из параллельного мира. Степень там, может быть, разума будет существенно выше, чем в нашем обычном мире. Жители индийского города Чаргана-Сэре в штате Керала в тот день охватила паника. Белые одежды прохожих внезапно покрылись зловещими красными пятнами. Небеса стали погромными. С неба полил настоящий кровавый дождь. Религиозные индусы завопили о гневе богов. Это странное событие вызвало тревогу у местных жителей. И о нем сообщили в новостях. На форме учеников были красноватые пятна. Сообщали также, что кое-где деревья начали сбрасывать листву. Я заинтересовался, что же представляет из себя этот красный дождь. Краситель настолько мощный, что окрасил одежду. Возможно, он ядовит? Астробиолог Готфри Луис не разделял суеверного ужаса индийской бедноты. Он захотел разобраться в сути этого необычного природного явления. Ученый собрал все сообщения из прессы, поехал на место и взял пробы дождевой воды. Его внимание привлекла странная деталь. Очевидцы утверждали, что перед красным дождем прогремел необычайный страшный гром. Мой коллега доктор Санси Кумар предположил, что это мог быть сверхзвуковой хлопок, который обычно сопровождает полеты самолетов. Такой хлопок происходит при преодолении самолетом сверхзвукового барьера. При этом высвобождается колоссальное количество энергии и получается звук, похожий на взрыв. Но точно такой же звук могло вызвать и вхождение метеорита в плотные слои атмосферы. Нельзя говорить однозначно, что версия доктора Кумара правильная. Но шум, который разбудил местных жителей, нельзя сбрасывать со счетов. Возможно, это был метеорит, который вошел в атмосферу и окрасил дождь в красный цвет. Другие ученые считали, что причина дождя в красном песке из арабских пустынь, который был принесен сильным ветром. Метеослужбы Индии предположили, что с неба упал не песок, а вулканическая пыль с филиппинских островов. Но местные жители не переставали бить тревогу. Они требовали объяснений, не является ли красный дождь биологическим оружием. Ученый также не стал отбрасывать версии применения химического оружия или техногенной катастрофы. Однако ни власти, ни военные не проявили к событию интереса. Если б дело было по их части, рассудил астробиолог, они бы выступили с заявлением. Готфри Луис отдал пробы дождя на анализ. Первичный анализ дождя показал, что вода была чистой, но содержала красные частицы, которые через некоторое время оседали, как пыль или песок. Я исключаю техногенный характер явления. Но это никак не объясняет странные громовые раскаты, которые слышали местные жители. Все это говорило в пользу версии с метеоритом, который нес некоторые частицы. Они и окрасили воду в облаках. Но это означало, что красный дождь – это раствор инопланетного вещества. Астробиолог скорее затеял более тщательный анализ. Чем были красные частицы? Окисью железа или внеземными бактериями? Все это в любом случае было весьма пугающим. Если космический камень нес частицы чужеродной жизни, как поведет она себя в нашей биосфере? Во что превратиться или переродиться? Опасно ли это? Сторонники теории панспермии, которая говорит, что жизнь попала на Землю в результате падения метеоритов, никак не могли доказать эту теорию. Мои анализы явно говорили о том, что красный дождь, выпавший в Керале, содержит эти доказательства. Для этого нам нужно было определить тип этих клеток. Я провел анализ частиц, окрасивших дождь, под микроскопом, и результаты меня потрясли. Ясно, что это не пыль, а биологические клетки, которые имеют четкую биологическую структуру. Доктор Готфри Луис решил начать с ДНК-теста красных частиц. Если клетки принадлежат организму, то обязательно содержат ДНК, из которых можно узнать всю информацию о нем. Когда ученый завершил первичный анализ на ДНК, он был глубоко разочарован и испуган одновременно. К нашему удивлению мы обнаружили, что в красных клетках нет ДНК. А если нет ДНК, значит нет жизни. По крайней мере, в том виде, в котором она нам известна. Это странно для земных организмов, ведь каждая клетка воспроизводится при помощи ДНК. Но если в клетках нет ДНК, значит они не живы? Или существует другая форма жизни, которая обходится без ДНК, о которой мы не имеем представления? Ученые продолжали исследование и отметили интересную особенность. Очень необычно то, что клетки имеют несколько стенок. По 3-4 стенки, которые окружают содержимое клетки. Но само содержимое по-прежнему остается загадкой. По мнению профессора Луиса, тройная защита клетки необходима только в одном случае. Гарантированно выжить в самых неблагоприятных условиях. То есть микроскопический красный десант будто целенаправленно готовился к межзвездному путешествию. Но что это за клетки? Зачатки инопланетных растений, грибов, животных, гуманоидов? Это очень прочные клетки. Их очень сложно разрушить. Я думаю, что это стало основной проблемой при обнаружении ДНК. Очень трудно получить содержимое клетки. Я отослал анализы микробиологам. Они предположили, что эти споры могут быть спорами лишайника. Сам лишайник белый, но споры у него красные. Результаты анализов, которые прислали ученому из Индийского центра исследования Земли, наконец определили природу частиц красного дождя. Анализ показал, что красные частицы очень похожи на споры растений. Больше ничего из этих образцов красного дождя выяснить не удалось. Но спустя пять лет кровавый ливень случился вновь. Готфри Луис снова собрал его образцы и провел тесты. И тогда в его расследовании случился прорыв. Красные клетки были идентичны тем первым. Однако новые исследования показали, что внутри все-таки содержится ДНК. Кровавый дождь Кералы содержит тот же код, что и все другие формы жизни на Земле. Но две аномалии до сих пор не получили объяснений. Во-первых, споры весьма живучи. Они, в отличие от остальных известных форм жизни, способны размножаться при температуре 121 градус по Цельсию. Второе – это количество спор, общий вес которых составил около 50 тонн. Конечно, могли произойти события земного свойства, которые подняли их в воздух, а потом опустили. Нам неизвестно, имел ли место такой факт. Основной вопрос – откуда появилось такое огромное количество клеток. Вряд ли из дерева. На них находится незначительное количество лишайника. Как в воздухе могло оказаться 50 тонн спор лишайника? Доказывают ли странная структура и экстремальные способности к выживанию внеземное происхождение этих клеток? Казалось бы, с причинами образования облаков все давно ясно. Это восходящие движения воздуха и водяной пар. Но лишь в 19 веке ученым удалось обнаружить загадочный космический феномен, так называемые серебристые облака. Эти светящиеся сгустки возникают на высоте 80 километров над Землей. Это самый край атмосферы. Откуда же они берутся? И почему светятся? Первая причина связана по всей вероятности с мощным извержением вулкана Крокотау в 1883 году. Взрывного типа извержения по-моему, около 30 тысяч человеческих жертв. И по всей вероятности настолько высоко выбрасывалась вулканическая пыль в этот момент, что она достигла верхней атмосферы. Примечательно, что серебристые облака были замечены перед падением Тунгусского метеорита на Землю, а также накануне падения Челябинского болида в феврале 2013 года. Последний случай тем более уникален, что зима – не время для серебристых облаков. Если у вас метеорит астероидного плана, то есть это просто камень, то перед своим падением он никакого эффекта на Земле, естественно, не вызовет. Другое дело, что если метеорит у вас кометного плана, как метеорит Тунгусский, и комета может иметь хвост и двигаться как хвостом вперед, так и хвостом назад, а хвост – это те же пылинки, тогда действительно у вас может увеличиться содержание пыли в верхней атмосфере, и интенсивность серебристых облаков увеличится. По утверждениям ученых, серебристые облака точно предсказывают вхождение метеоритов и комет в атмосферу Земли, часть из которых сгорает еще в верхних слоях, а часть все же долетает до поверхности. Но самая любопытная особенность серебристых облаков даже не в этом. Удалось доказать, что они присутствуют в атмосферах других планет, например, Марса. Фантастическое объяснение этому феномену предложили ученые из Шотландии. Они считают, что облака – самая древняя форма жизни во Вселенной. Здесь, в лаборатории университета Сент-Эндрюс, изучают плазменные процессы в атмосферах экзопланет. Это телескоп Джеймс Грегори. Это крупнейший рабочий оптический телескоп в Англии. Мы используем его для проведения наблюдений за экзопланетами. Мы используем такие телескопы, как ТДГ. Лично я интересуюсь атмосферами таких экзопланет. Мы хотим узнать, как эти атмосферы появились, есть ли в них облака, какого рода химический состав, и, главное, могут ли эти атмосферы поддерживать жизнь. Шотландские астрономы обнаружили удивительную вещь, которая может пролить свет на тайну живучих красных частиц индийского дождя. Из нашего наблюдения экзопланет мы узнали, что там довольно холодно. Там может быть даже минус 220 градусов Цельсия, или даже горячо, вплоть до 200 градусов Цельсия. По мнению этих ученых, на некоторых планетах существует жизнь, правда, в необычной для нас форме. В январе 2014 года на заседании Королевского астрономического общества в Лондоне доктор Пол Риммер и профессор физики Крэг Старк сделали сенсационное заявление. Они представили свое исследование, где обосновали, что старейшей формой разумной жизни во Вселенной и в Солнечной системе в частности является не биологическая форма жизни, а облачная. Лично я заинтересован в атмосферах этих планет. Мне важен химический состав этих атмосфер. Может ли там быть молния, и главное, может ли жизнь существовать или быть сформирована в них. Изначально я заинтересовался атмосферами экзопланет, потому что хотел найти ответы на большие вопросы, такие как как появилась жизнь или может ли жизнь появиться на этих чужих мирах. Исследования, опубликованные также в международном журнале астробиологии, содержат сенсационные выводы. Оказывается, образование облаков на других планетах проходит по тем же законам, что и на Земле, но их состав более разнообразен. Разница в том, что там облака состоят не из водяных капель, а они состоят из более экзотических минералов, таких как магнезиум-силикат или силикат-диоксид. Это куда более странные материалы. В них есть все необходимые ингредиенты для образования жизни. Проблема в том, откуда взять энергию, чтобы это произошло. Ученые долго размышляли над этой проблемой, пока сама природа не подсказала им ответ. Однажды, в дождливую погоду, в окнах обсерватории сверкнула молния. Небесное электричество. Вот что может дать необходимую энергию. Тогда в облаках образуются заряженные газы, то есть плазма. Частицы пыли прилипают к плазме, а плазма, в свою очередь, заряжает пыль. И когда она достигает поверхности Земли, у нее достаточно энергии для того, чтобы, когда она врезается в поверхность, она может участвовать в очень особенных химических реакциях. Они могут привести к определенным молекулам, которые предшествовали жизни. Аминокислоты могли образоваться на поверхности частиц пыли, такие как глицин. Эти аминокислоты являются базовыми кирпичиками жизни. Заряженные частицы облаков, по мнению ученых, могут образовывать такие же устойчивые связи, как и нейроны в человеческом мозге. Поэтому облачная форма жизни может оказаться не только более живучей, но и более умной по сравнению с гуманоидами. Можно убедиться в этом через косвенный анализ. Например, если видно очень много молекулярного кислорода, тогда можно убедиться в существовании жизни, потому что это среда, где есть электростатические процессы. Тогда можно сделать вывод о том, что такое может быть и там. Но фактические измерения, они могут появиться только тогда, когда у нас будет космический корабль, который сможет прилететь туда и фактически посмотреть в атмосферу. Так что это не в ближайшем будущем. По мнению доктора Пола Риммера, биологическая форма жизни сравнительно молода и не достигла уровня, необходимого для полноценного информационного обмена. Именно поэтому до сих пор не обнаружены инопланетные цивилизации в том виде, в котором мы привыкли себе их представлять. Частицы пыли в облаках позволяют жизни или пребиотическим соединениям иметь безопасное место, где они могут расти, безопасное убежище, где они могут расти и быть защищенными от разных угроз среды, таких как ультрафиолетовые фотоны, которые могут повреждать жизнь или предотвратить ее развитие. Разумные облака это только на первый взгляд кажется измышлением писателей-фантастов. По мнению ученых, такая жизнь по всем показателям совершеннее, чем хрупкий гуманоид. Например, в случае гибели родной планеты ей не нужно строить громоздкий корабль. Она сядет на пролетающий метеорит и рано или поздно выпадет в виде красного дождя над какими-нибудь индусами. Или все гораздо проще и облачная жизнь просто иногда посылает десанты на другие планеты. Мы сейчас очень далеки от понимания механизма вот такого перенесения жизни или заселения очень. Но надо признать факт, что оно могло и скорее всего имело место. Потому что объяснить вот, ну, нынешнюю жизнь на планете вот просто так не удается. Ну, не складывается. И все же, как бы мы могли общаться с разумными облаками? С гуманоидами еще можно представить какой-либо контакт. Альпинист Сергей Хачатрян никогда не забудет одно загадочное происшествие в горах Армении. В тот раз он с командой единомышленников решил совершить очередной поход по склонам горы Арагац. Альпинисты тогда только преодолели первый склон. В какой-то момент между южной и западной вершинами Арагаца они заметили две человеческие фигуры в ярко-желтом. Альпинисты стали махать руками, приглашая незнакомцев на завтрак к себе в лагерь. И только потом они обратили внимание на их странный вид и зловещую неподвижность. Посмотрели в подзорную трубу и тут отпали всякие сомнения. Это были не люди. На них были одеты на этих существах были комбинезоны как бы наполненные воздухом ярко-желтого цвета круглые головы напоминающие шлем. Стояли они рядом слегка согнувшись и внимательно наблюдали за нами абсолютно неподвижно. Через некоторое время в общем всеобщее недоумение у меня возникла такая дурацкая мысль а что если выстрелить из ружья которое у нас имелось при себе в их направлении. Не успел я об этом подумать как одновременно у всех членов группы ну буквально ощущение какого-то ужаса возникло. Свои наблюдения Сергей подробно описал в дневнике. Эти записи он показал специалисту в области геофизики Ролану Гаспаряну который более 30 лет изучает гору Арагац ученый предложил естественное объяснение этому случаю. По данным наших коллег геофизиков которые имели способность значит фиксировать биополя были проведены специальные исследования для территории Армении и была составлена карта геопатогенных зон территории Армении карта грубая 200 тысячная однако исходя из этой карты мы получаем следующую картину имеются многочисленные зоны геопатогенные Армении однако в двух местах эти зоны пересекаются и тут образуются так называемые узлы пересечения геопатогенных зон одна из таких зон крупных находится прямо в зоне Арагацкого горного массива именно в этом месте исследовательской группой института геофизики Армении были проведены изучения колебания концентрации радиогенных газов в частности радона самый большой всплеск этих газов был зафиксирован накануне страшного землетрясения в Армении в 1989 году которое унесло жизни более 25 тысяч человек большое влияние здесь имеет атмосферное давление падение давления газы выходят давление увеличивается выход газов уменьшается вплоть до того что она может достигнуть минимальных значений различные механические и вибрационные явления которые тряски в связи с этим опять же начинается аномальное выделение газов сейсмические стрессы явления сейсмических стрессов с аномальным выделением газовых компонентов используется сейсмологами как предвестник прогнозированной землетрясения известное свойство радона в больших количествах оказывать сильное влияние на психику людей по мнению геофизика Гаспаряна альпинисты стали жертвой массовой галлюцинации вызванной парами газа радона эти газы оказывают токсиматическое воздействие на человека отравляют его но отравляют так легонько и у человека возникают галлюцинации но как объяснить второе загадочное событие которое произошло с группой Сергея Хачатряна на том же месте ровно через год после встречи с желтыми тогда восхождение совершали 10 человек двое из которых должны были разбить палатки и приготовить ужин после того как мы приблизились к спуску мы увидели что на снегу нет абсолютно никаких следов ни палаток ничего и мы минут 10 не дом и вали куда они могли подеваться так как они должны были нас опередить намного почти на час вот и тут по крутому склону как раз чуть ли не под нашими ногами услышали прерывистое дыхание и увидели что к нам карабкаются по снежному склону наши два товарища жутко испуганные буквально в панике вот когда они вылезли они сказали что видели рядом с подножьем западной вершины посадку летающего объекта объяснить такие совпадения исключительно природными явлениями невозможно утверждает исследователь аномальных явлений Дмитрий Волобуев по его мнению летающая тарелка и желтые фигуры были инопланетным десантом если говорить о техногенных объектах о техногеном происхождении НЛО то их видят например перед испытанием какого-то оружия перед испытанием бомб некоторые уфологи говорят что таким образом пришельцы наблюдают за нами и контролируют то что мы делаем в мире насчитывается более 500 аномальных зон современные исследователи часто фиксируют даже на фото и видео как в этих местах появляются НЛО может в таких местах и происходит таинственное общение человека с иным разумом но список необъяснимых явлений настолько широк что эксперты задумались а вообще в каких видах они встречают этот самый чужой разум инженер Юрий Чернышев особенно отмечает одну аномальную зону так называемую Медведицкую гряду Волгоградской области однажды ему самому удалось снять объект похожий на гигантскую светящуюся Юлу да еще и с расположенным рядом туманным двойником этот снимок не раз помещался в саратовских газетах вот Юлу напоминает можете сами посмотреть на эту фотографию убедиться что это Юла полупрозрачная с багровыми ядрами внутри двумя ядрами вращаясь очевидно и из сопла ну опять же это условно типа сопла которое обращено вниз к земле вырывается какой-то дымно-паровой след вот как выхлоп из автомобиля а само сопло раскалено до солнечного света природа запечатленного явления так и не разгадана некоторые из исследователей которые анализировали снимок сочли объект бликом цифровой камеры однако исследования выявили странное воздействие на почву и растительность в том месте где был сделан снимок это отвергало версию о случайном блике но что оставило след на земле и траве по мнению Юрия Чернышева воздействие было аналогичным причине появления так называемых кругов на полях это гигантские по размеру удивительные по форме я вам тоже могу показать выволы посевов пшеницы или ржи вот вывол иначе не назовешь то есть уже на подросшей пшенице ну скажем выше колена стоит пшеница может ниже может выше дело не в этом даже тут те круги что мы наблюдали в момент когда круг образовался пшеница была сантиметров может 35 вот такого роста она была по мнению исследователя Юрия Чернышева ни один кубанский комбайнер на такое не способен колосья пшеницы аккуратно уложены в одном направлении и ни один из них не помят причем некоторые круги имели внутри не сплошной круг а кольца кольца несоединенные друг с другом кольцо повальное кольцо стоит кольцо повальное кольцо стоит охваченный змейкой и вот это самый наибольший размах оголовья 90 метров представьте футбольное поле вот такого размера это картинка но самое удивительное даже не это самое удивительное то что в центре головного большого круга была вмятина Это не яма, не дырка, это вмятина. Скептики считают, что художество на полях оставляют шутники. Действительно, часть рисунков – это дело рук мистификаторов. Эксперты же разработали целую систему отличий, по которым они определяют подлинность кругов. Первое – это радиационный фон. Второе – состояние стеблей. Все они согнуты под одним углом с радиусом изгиба 1 см. Причем ни один стебель не погибает, а продолжает расти и плодоносить. Кроме того, на месте надлома происходят изменения на клеточном и молекулярном уровне. В первые дни на поле действует эффект отторжения животных. Нет ни грызунов, ни насекомых, даже птицы облетают такие поля стороной. С Ставрополя, с Краснодара приезжали ученые, измеряли. И мы измеряли все, и мы лазили. И радиометр у нас был, вот он на столе лежит, работающий все. И радиометр мы мерили, и температуру поля мерили, там измерили температуру. Так вот, отличие этих поваленных участков, то, что там повышенная температура. Хотя это, опять же, ни о чем не говорит. Она может повышена лишь потому, что она отличается по цвету от окружающего поля, поэтому нагревается сильнее. Можно и так объяснить. Такие пиктограммы – проявление другого разума, уверен исследователь. Это смысловой язык, который, в отличие от других видов письменности, имеет трехмерное изображение. Посредством этих знаков и происходит общение. Возможно, даже не с нами. Но Юрий Чернышев хочет разобраться в этой истории, расшифровать символы и прочесть послание. И самые достоверные, скажем так, только то, что это проделали инопланетяне, непонятно зачем, непонятно чем. Но это тех, кто верит в инопланетный разум. Вот для тех это убедительно. У Павла Мухартова, участника ряда экспедиций в Пермскую аномальную зону, с самого начала сложилось впечатление, что местность не приветствует появление людей. Все члены экспедиции, здоровые нормальные люди, сразу ощущали, будто за ними кто-то пристально следит. Когда исследователи направляли в ту сторону приборы, те фиксировали повышенный электромагнитный фон. Когда взгляд исчезал, приборы меняли свои показания. Суть такова, они воспринимали мощное электромагнитное поле, скажем так. Ну, похоже, были на металлоискатель. И они действительно, вот когда что-то случалось аномальное, мы начинали фотографировать, или люди чувствовали какой-то наплыв страха, или наплыв, наоборот, тепла и доброты, и вот эти приборы начинали визжать, пищать. То есть, вот действительно, куда ни направишь, в нужную сторону они вот что-то улавливали. Это была одна из первых серьезных экспедиций в район деревни Малепка. Тогда, в конце 89-го года, в экспедицию входили исследователи в разных областях науки. Но в погоне за открытиями участники явно перестарались. При появлении малейшего шороха все 20 человек резко начинали доставать все свои приборы и фотоаппараты. Ну, фотоаппаратов 20 было. Почти у каждого был фотоаппарат. Ну, в основном это, конечно, не цифровые камеры, а обыкновенные там фэды-смены с навесными фотоспышками. Но были уже и мыльницы неплохие, хорошие. И самое удивительное, вот люди снимают, отщелкивают в день по одной пленке. Потом уже, когда все это проявлялось у всех, я тоже в редакцию привез, отснял там две пленки. Они были вот полностью белые. Ну, такого совершенно быть не может. Ну, совершенно что-то ясно, что-то на них воздействовало. Но что могло так воздействовать на технику? Экспедиционные геологи предположили, что на аппаратуру влияли исключительно земные факторы. Например, экспедиция выяснила, что когда-то в Малепке стояли демидовские печи, обнаружила подземные соленые воды и карстовые пустоты. Возможно, геология местности играла роль, но Павел указывает на парадоксальную вещь. Природа или кто-то еще, словно живое существо, не прощала невежливости. Как только специалисты телепатически просили разрешения на фотографии, мир вокруг будто становился снисходителем. Мы выходим на поляну, где все чувствуют, что что-то есть, что-то вращается, что-то летает. И там контактер просит пофотографировать, чтобы аппаратура не вырубалась. Идут фотографии. Вот два, три, четыре раза фотографируются. Потом на этих фотографиях как раз были засняты то, что я вам передавал, сделал только ксерокопии из нашей газеты, когда были засняты вот эти гантели так называемые, которые и днем я видел, и ночью мы их видели, энергетические. Эти странные фото теперь можно найти в газетах тех лет. Снимок сопровождается описанием странностей самой местности. Рядом с огромными ямами, где еще недавно росли абсолютно здоровые сосны, эти самые деревья были вырваны с корнями. Это поразило ученых. Какая сила могла воздействовать на них? Однажды ночью Павел с коллегами стал свидетелем фантастического зрелища. Несколько человек внутри палатки наблюдали голографические картины, будто на экране цветного телевизора. Снаружи ничего не происходит, темная палатка, это ночью. А внутри вы видите, как будто кто-то ее подсвечивает светом, вот различные картины ходят. Причем вот эти картины, как раз то, что касается разумности, в нашей экспедиции я уже не помню, а следующие люди там описывали, что вот я хочу посмотреть там, я не знаю, историю России, условно говоря, или действительно идет история, там вот видят каких-то людей, как строятся города, как стоят церкви, то есть вот как будто тебе показывают то, что ты хотел посмотреть. По правилам экспедиции за привалом велось круглосуточное наблюдение с двух вершинных точек, чтобы сравнивать точное время и вид аномального явления. Поразительно, но ни одна из групп в эту ночь так и не зафиксировала аномальной активности. Я скажу так, что может быть это были и галлюцинации, чем они были вызваны, то есть вот это неизвестно. То есть, ну факт, что в этой аномальной зоне вот эти вот неопознанные объекты летающие, вот эти энергетические сущности, я их так назову, они вели себя, ну скажем так, разумно. Во всяком случае, вот было ощущение, что ты общаешься с неким разумом. А уж какой он инопланетный, или наш, или параллельные миры, или сама Земля, Матушка Природа с нами общается вот в таких местах. Вот это уже непонятно. Спустя несколько дней случилось и вовсе невероятное. Когда стемнело, Павел вышел из палатки поставить на костер чайник. Вода в нем еще не закипела, как он почувствовал странное воздействие, как будто его оглушили или отключили волю. Что-то заставило его посмотреть вверх, и Павел отчетливо увидел светящийся силуэт в форме гантели, который завис между двумя скалами. Вот гантели, днем их можно было видеть, я сам удивился, что как галлюцинация, только боковым зрением. Вот когда на них смотришь, они прямо тают и исчезают. А ночью в виде, ну, как подсветка, скажем так. И вот случайно как раз они попались на... Удалось, я говорю, это уникальное вот в Эмском треугольнике, то, что было уникально, это редко вот именно феномены попадают в объектив. Вот несколько кадров было таких. По словам Павла Мухартова, в тот день он стал свидетелем телепатического разговора с пришельцами из других миров, с которыми входили в контакт экспедиционные парапсихологи. Говорю, ну, раз вы заглядываете в будущее, можете его и менять, значит, вот как я могу у вас поверить, скажем так, что я общаюсь с чем-то разумным, что это не моя галлюцинация, не вымысел и так далее. Говорят, вы можете загадать себе... Ну, ответ идет, опять же, через... Как его... Контактеров. Идет ответ, значит, вы можете загадать любое желание, и оно исполнится очень быстро. Вот. Я думаю, ну, надо же, что же загадать такое, чтобы прямо было. Я говорю, хочу стать космонавтом. Вот. Значит, они говорят, будете. Причем я абсолютно знаю, что им я стать не мог, потому что отец у меня летчик, и я как бы после школы хотел стать военным летчиком. В летное училище меня не взяли, ни в гражданское, ни в военное, по состоянию здоровья. Сложно поверить, но события после этой поездки развивались невероятным образом. 28 марта 1989 года впервые в истории советской космонавтики подписывается коммерческое соглашение между главкосмосом и японской телевещательной компанией ТБС. Согласно ему, до конца 91-го года на советском космическом корабле в космос должен отправиться японский журналист. Уже через неделю по заявлению Союза журналистов создается специальная космическая комиссия, которая объявляет всесоюзный конкурс среди профессиональных авторов за право вести репортажи с орбиты. Павел Мухартов, не раздумывая, подает заявку на участие. Я, значит, прохожу первый отбор, мне говорят, теперь приезжайте на стационар. То есть там из двух тысяч человек, там человек 200 отобрали лечь в стационар. Оказалось, что я здоров. В стационаре еще месяца два отбор, и отобрали там из двух тысяч журналистов, говорят, отобрали шестерых, которые пригодны лететь в космос. Вот. Два года, полтора года отучили в звездном городке, получили диплом космонавта-исследователя. Вот у меня лично номер 152. Решением этой комиссии 11 мая 1990 года были отобраны шестеро кандидатов на полет в космос. К подготовке в ЦПК советские журналисты приступили только 1 октября 1990 года. К этому времени японцы уже завершали обучение, а 2 декабря 1990 года японский журналист стартовал в космос. А потом развалился Союз, и всем стало не до космоса. Так Павлу и не довелось вести репортажи с орбиты. В аномальной зоне надо правильно формулировать свои мысли. То есть я сказал, хочу стать космонавтом, получите. Если бы сказал, хочу слетать в космос, наверное, бы слетал. На территории Медведицкой гряды есть место с пугающим названием Склон Бешеных Молний. Помимо НЛО здесь наблюдают и другие необъяснимые феномены. Целую рощу аномальных деревьев и летающие плазменные шары. Деревья здесь сильно искривлены и обожжены. Их тщательно изучали и обмеряли. Исследователи насчитали более 350 сожженных полностью или частично стволов. Чем же их обожгло? Неужели соплами летающих тарелок? Это одно из странных мест Медведицкой гряды. Называется Пьяная роща. Там деревья удивительно искривлены. Это можете увидеть на фотографиях. Все это сфотографировано, снято. Но вплоть до того, что вот одна из фотографий береза, стройненькая березонька, да, растет сначала вверх, потом делает полупетлю, так, что там можно голову вложить, да, как гелятинное устройство. И дальше снова вверх. Есть там группа, называется, на троих сообразили. То есть две березы обнялись, третья уже лежит и так, извиваясь. И так далее. В общем, пьяные рощи. У значительной части деревьев на склоне бешеных молний были будто целенаправленно выжжены корни. Некий энергоразряд прожигал изнутри дерева вдоль ствола насквозь, снизу, вверх. Похоже было на то, что молнии или нечто неведомое поражали дерево не с воздуха, а из-под земли. В этой роще у кого-то кружится голова, у кого-то тошнит, кто-то плохо себя просто чувствует и так далее, и так далее. То есть роща имеет такой сакральный оттенок чего-то недоброго, чего-то аномального, чего-то вредное. По словам наблюдателей, шаровые молнии здесь не редкость. Иногда они движутся со скоростью пешехода в полуметре от земли. По ожогам на деревьях эксперты определили, что самая большая шаровая молния была в диаметре около двух метров. Исследователи видели, что одна и та же шаровая молния сжигала деревья на своем пути, однако людей обходило, словно изучая. Позже, когда я уже изучил множество материалов, трактуют подобные искривления самыми разными причинами, но нет ни одного достоверного. Одно из них то, что это связано с каким-то питательными веществами, не вполне добротными для данного места. Но есть и другие объяснения. И это, наверное, еще одна из тем, о которой мы уже коснулись чуть-чуть, вот этот гигантский плазмоидный шар, продукт производства Земли. До сих пор в науке нет точного определения такого загадочного природного явления, как плазмоид. Многие парапсихологи замечали, что плазмоиды не появляются просто так. Они приходят из определенного места или направления. Поэтому некоторые считают их разумными. Также есть мнение, что плазмоиды это гости из параллельного мира, которые в такой форме посещают Землю. Что скажет наука на этот счет? Редкое атмосферное явление неизвестного характера. Так звучит описание шаровой молнии в научных изданиях. Размеры электрического шара не превышают нескольких сантиметров, но есть свидетельства о гигантских молниях более сотни метров в диаметре. Ее свет бывает голубым, белым или оранжевым, но ученых больше всего поражают загадочные физические свойства шаровых молний. Это достаточно легкий объект. По оценкам ученых это несколько грамм не более, которая левитирует над поверхностью Земли, способен тянуть за собой довольно тяжелые предметы, допустим, тела убитого человека. С точки зрения традиционной науки не выполняется самый основной закон, закон сохранения импульса. Физики, очарованные чудесами шаровых молний, давно пытались получить ее в лабораторных условиях. сто лет назад такой эксперимент провел Никола Тесла. В лаборатории в Колорадо Спринкс он построил гигантский плазмогенератор, в процессе работы которого появлялись огненные шары. Эти эксперименты до сих пор никто не может повторить. Кем же был Тесла? Мистификатором или гением? Дискуссии на эту тему продолжаются, но гениальность другого охотника за шаровыми молниями не вызывает у ученых никаких сомнений. 10 декабря 1978 года в Стокгольме Нобелевская премия по физике была вручена советскому ученому Петру Капице. Он получил ее за открытие, которое сделал еще в 30-х годах прошлого века. Ему дали эту Нобелевскую премию за исследование в области сверхтекучести, в области низких температур. Но именно на этой лекции он сказал, что если бы мне дали вторую жизнь и я бы ее прожил, то я бы посвятил эту жизнь изучению физики шаровой молнии. Петр Леонидович рассматривал этот объект с точки зрения действительно некой форточки в другой мир, он так и назвал. Ввиду того, что отворяя парадигма развития науки должна смениться. К таким выводам Капица пришел еще в далеких 70-х. У себя на даче в домашней лаборатории он пытался воссоздать шаровую молнию. Он верил, что разгадав ее тайну, он заставит человечество по-другому взглянуть на физику и на весь окружающий мир. Другим известным нагрузским лауреатом Пригожиным Ильей Пригожиным было уже предсказано появление очень устойчивых объектов и вполне предсказано появление новых уровней живой материи, жизни даже. Если взять для примера нашу обычную жизнь, в ней происходят химические реакции, тоже неравновесные физические реакции. это тоже уровень неравновесных явлений, но вот Пригожин утверждал, что в шаровой молнии степень неравновесной явлений, степень может быть разума будет существенно выше, чем в нашем обычном мире. Каждую секунду на планете Земля странствует от 3 до 7 шаровых молний. Кто посылает их и с какой целью? Шаровая гостья может исчезнуть без следа или взорваться с огромной силой и даже полностью сжечь человека изнутри? Или наоборот безболезненно пройти сквозь тело, не причинив никакого вреда или вовсе наделить феноменальными способностями? Владимир негрешный экстрасенс. Но таким он стал не сразу. До 4 лет он жил, как и все, пока с ним не случилось настоящее чудо. Однажды мальчик отдыхал в селе у бабушки рисовал за столом. Как вдруг в углу, где висели иконы, раздался треск. На одном из образов появилась маленькая точка. Она ярко светилась и быстро росла. Затем из шара вырвалось сияние и пронзило тело ребенка. После попадания шаровой молнии, как я сейчас понимаю, произошло сужение четвертой чакры на фоне души. Даже сейчас вот это тоже ощущается. Каждый день я чувствую, что в позвоночнике как будто кто-то меня ковыряет. А сразу после удара было ощущение легкости. Обычно если молния ударит человека, то его закапывают в землю. Меня никто не закапывал, не отливал водой, не откачивал. Помню во рту кисло-сладкий привкус металла, похожий на вкус лимона. Ну, вот такой вот привкус металла. Удар отбросил его на несколько метров. Он упал и потерял сознание. Очнувшись, Володя увидел склонившуюся и плачущую бабушку. Она произнесла «В тебя вошла очень большая сила». Странно, бабушки тогда не было в комнате, но она точно знала, что случилось с внуком. Дня через четыре во время обеда ребенок увидел сквозь одежду, как пища опускается по пищеводу и попадает в желудок. Такое ощущение, как фильм «Человек-невидимка». Она как бы в пелене и через одежду я не вижу, где голое тело, как будто в тумане. И уже на второй-третий день сидит бабушка за столом и пьет чай. пирожков напекла с капустой, жует пирожок. А я ей говорю «Баб, смотри, у тебя тут водичка опускается». Видел, как она пережевывает еда плюх в желудок и там начинает рассоединяться. Вид не очень приятный. Но очень заворожила нервная система, потому что она будто так засветилась, как карта, таким бело-голубым цветом, нежным. Самое удивительное, что маленький мальчик в прямом смысле мог видеть, в какой части тела сидят болезни людей. Таких экстрасенсов называют люди-рентгены. Первый, кому Владимир стал помогать снимать боль, конечно, была его бабушка. Я узнала от своей матери, когда она приехала с моего поселка, где мы жили, ко мне в гости в Ровно. И там сказала, Володя меня лечил. Я говорю, как он тебя лечил? Она говорит, у меня гайморит. Он так руку приложил и говорит, бабушка, только лежи, не шевелись. И она говорит, лежала, не шевелилась и гайморит прошел. Вот только себя мальчик исцелять научился не сразу. На свое 12-летие Владимир Негрешный попал в областную хирургию. В соседней палате лежал парень, которому после операции никак не помогала анестезия. Владимир просто положил свою руку ему на грудь и парень почти сразу уснул. Я к нему с работы пришла, мальчики вышли, я их спрашиваю, мальчики, а где Володя? Отвечают, он пошел к больному. Меня это удивило. Говорю, что, доктора уже не работают в больнице областной? А они смеются. Потом он выходит с виноватыми глазами и улыбкой, какое-то яблоко держит и несколько печенюшек. Говорит, мама, мне это дали. Говорю, за что тебе дали? Говорит, помог мальчику. Так он начал помогать людям. Постепенно Владимир Негрешный стал искать научное объяснение своим способностям и заметил ряд особенностей. Главное первое правило, чтобы человек был трезвым, чтобы снял все металлические предметы, потому что металл рассеивает энергетику. Это передача электронов для пациента. Это физика. Нужно уметь передавать эти электроны. А металл, как магнит, рассеивает. металл, и когда меньше металла, более четко можно с человеком поработать. А когда есть металл, я не вижу, он мне светит, как софит. Свет настоящих софитов Владимир увидел на международном конгрессе экстрасенсов, где были признаны его феноменальные способности. А силу, которой он обладает, сравнили с мощностью энергии, которая может образоваться, если корабль весом с Титаник поднять на высоту нескольких сотен километров и бросить на землю. Дело в том, что в мозгу человека тоже протекает ток в нейронах мозга, электрические импульсы. И в шаровой молнии тоже есть электрический ток, потому что образование плазмы сопровождается именно токами. И вот когда токи мозга и токи шаровой молнии соприкасаются, происходит сбой, некая перезагрузка системы головного мозга. И это, возможно, открывает новые скрытые резервы нашего мозга. Там можно даже сказать некий третий глаз. То, что Владимир негрешный выжил после удара шаровой молнии – настоящее чудо. Ведь наука до сих пор не может объяснить загадочные свойства этих светящихся клубков. И встреча с ними зачастую несет смерть. Убив человека, тело мертвого после этого долго не разлагается. Оно даже не кочнеет. Создается такое ощущение, что этот плазмоид останавливает физическое время организма. лаборатория. это происходит? Может быть потому, что внутри шаровой молнии время тоже замедляется. Это для нас она живет короткий промежуток времени, буквально несколько минут. Но внутри шаровой молнии там протекают миллионы процессов. Москва объединенный институт высоких температур. в этой лаборатории проводят эксперименты по получению шаровой молнии. Здесь пытаются не разгадать ее загадку, а хотят задействовать необъяснимые свойства таинственного шара для конкретных прикладных задач. Заставить жить дольше нескольких секунд. Зачем? Чтобы научиться использовать ее колоссальную энергию. Проблема живучести, устойчивости, она не является самой важной проблемой физики шаровой молнии. Самое важное это как сделать консервную банку, в которой заключить обычную молнию. Шаровая молния зачастую превращается в обычную линейную молнию и поражает человека. Все эти факторы мы пытаемся промоделировать в лаборатории. Акцент в наших исследованиях делается прежде всего на исследование аэродинамических свойств таких объектов плазменных, которые мы называем плазмородой. Пыл ученых охлаждает одна деталь. Они до конца не знают с чем имеют дело. Это подтверждает сенсационный результат эксперимента, в ходе которого была сделана спектрограмма плазмы для понимания ее химического состава. И в диапазоне 600-650 нанометров обнаружено неизвестное ученым вещество. Возможно, именно эта частица обеспечивает устойчивость шаровой молнии. Что же это? Вспомним учение о монаде. Что говорим монада? Монада это местилище души. Вот это вот я окруженный некой оболочечкой маленькой. Эта оболочка это вот память. Но эта оболочка она схлопывается постепенно и остается я. Монада это еще в каком 17 веке до этого так сказать дошли. В чем сходство шаровой молнии с этой монадой? Монада проявляющая себя в этом мире благодаря образованию вокруг себя некой так называемой плазмы. Она проявляется вот так в этом мире. Поэтому рассуждать о том что огонь и его проявление ну то есть плазма и ее проявление это ну как бы сказать ну такой тоже некая сущность как-то реагирующая вот в мире мыслящая такая по-другому устроенная жизнь вполне возможно. Вероятно в этих словах есть доля истины. Огонь помимо раскаленных газов тоже состоит из плазмы. Он самостоятельно способен поддерживать свое горение. Он умеет формировать сверху корку из золы чтобы защитить себя от дождя. Но это лишь простейшее на что способен огонь. Дмитрий Симкин каждый день сталкивается с огнем. Он специалист по тушению экстраординарных пожаров. Его стихия это огонь с которым невозможно бороться обычными средствами. По классификации МЧС пятая категория сложности. Это большая трагедия. Пятая категория если это пожар это армагеддон. То есть это сложнейшая форма пожара которая может привести к каким-либо последствиям. По сути это вертикальный водоворот огня в воздухе. Температура внутри такого шторма достигает 800 градусов по Цельсию. Температура начинает как-то по своим законам физики раскладываться в воздухе и создаются температурные такие как торнадо. По форме напоминающей. Это завихрение температурных потоков воздушных явления крайне красивые но и крайне опасные потому что внутри этого торнадо если так его называть появляется концентрация температуры и он движется по своему какому-то алгоритму. Дмитрий Симкин вспоминает случай которому до сих пор нет объяснения Москва 2009 год На Мичуринском проспекте произошел мощный взрыв Это кадры снятые на мобильный телефон очевидцами Пожару буквально через несколько секунд была присвоена пятая категория сложности Взрыв газопровода вызвал настоящий огненный смерч Пламя высотой около 200 метров в первые минуты было видно практически по всей Москве и даже в Подмосковье В этом пожаре пожарные столкнулись с необъяснимым явлением По словам Дмитрия Симкина от пламени вдруг отделились небольшие огненные вихри уничтожая все вокруг При такой просто высокой температуре начали загораться то есть сам факел это являлся как бы отопительным таким мощным прибором который начал поджигать все вокруг которое существует все что горит начало гореть все что плавится начало плавиться Дмитрий находился в самом эпицентре пожара в какой-то момент ему показалось что стихию остановить невозможно появилось ощущение замедленной съемки и чувство досады от медлительности окружающих это происходит в состоянии внутри то есть может быть нейрона мозга может быть еще какая-то мозговая активность оценка обстановки ускоряется и создается такое ощущение что вокруг тебя обстановка движется медленнее а ты двигаешься намного быстрее Дмитрий утверждает что огонь может появляться внезапно и в неожиданных местах и так же неожиданно исчезать словно он приходит из некоего параллельного пространства причем стихия действует очень избирательно если посмотреть любые как бы формы когда в помещении особо огонь работает он съедает это все пространство по своим каким-то определенным позициям то есть это иногда непредсказуем то есть горит буквально какой-то угол но в противоположном углу часть предметов сгорела часть предметов как стояла нетронутым только так оно и стоит это различные физические свойства высчитать их практически невозможно в 1904 году немецкий физик изобретатель Генрих Рубенс взял 4-х метровую трубу просверлил в ней 200 маленьких отверстий шагом в 2 сантиметра и заполнил ее горючим газом после поджигания пламени а высота огоньков примерно одинаково по всей трубе он заметил что звук подведенный к концу трубы создает стоячую волну с длиной эквивалентной длине волны продводимого звука Рубенс доказал что с огнем можно разговаривать значит ли это что у природы действительно есть разум и если мы разгадаем ее язык то можем узнать что она пытается нам сообщить в Израиле на горе Фавор ежегодно наблюдают необъяснимое природное явление феномен снисхождения благодатного облака он описан еще в Евангелии от Матфея в 17 главе говорится что Иисус Христос вместе с апостолами Петром Иаковом и Иоанном взошел на гору где преобразился его лицо просияло как солнце а одежды стали белыми как свет в 2010 году российские ученые снарядили экспедицию в Израиль они попытались исследовать это явление и найти ему научное объяснение по воспоминаниям Сергея Мирова после окончания службы около 4 часов утра в воздухе будто бы из ниоткуда появилась серебристая пыль возник туман вот как будто бы среди людей появился такой пар это как будто бросить в горячую воду кусок сухого льда вот такой низкий тяжелый пар появляется туман это было не столь ярко выражено как говорили мне мои знакомые очевидцы которые были раньше но туман совершенно очевиден ученые делали замеры влажности точки росы давления температуры воздуха и скорости ветра в ночь праздника и накануне чтобы потом сравнить параметры до момента появления облака и во время его появления стояла 30 градусная жара даже в ночные часы а вот эта относительная влажность по сравнению с предыдущими днями когда она была близка к 100% и когда очень вероятно образование облаков она была низкая она тоже была порядка 30% то есть при таком дефиците при такой сухости к сожалению образование вот облака в том понимании как мы знаем оно просто невозможно еще несколько экспертов расположились во дворе монастыря среди многочисленной толпы верующих они снимали все происходящее на фото и видеокамеры и зафиксировали не только само облако опускающее на людей благодатный туман но и то что ему предшествовало и это удивило их еще больше появилась шаровая молния которая недалеко прошла от нас чудо ну с одной стороны естественное явление а с другой стороны мы рассматривали это как чудо и были очень рады этому метеоролог Марина Макарова зафиксировала поток частиц которые в течение пяти минут налетали залпами со стороны подиума где проходила служба и двигались против часовой стрелки воздух насыщенный частичками пыли песка и в свете облаков видно было вот как они перемешивались вот в тубулентных воздушных потоках можно было увидеть вот эти маленькие завихрения именно вот в свете фонарей там где собирались люди и да вот когда люди были друг к другу обращены вот эти вот микровихри они могли как бы сконцентрировать вот к одному месту Сергей Миров вел фото и видеосъемку и в свою очередь отметил появление в это же время колышащейся туманной массы исследователи недоумевали что это обычное метеорологическое явление или проявление чудесной силы божественного разума метеоролог вынесла свое заключение незамедлительно и ее слова врезались в память всем участникам эксперимента она сказала что была достаточно удивилась того что она увидела что то что мы видим к метеорологии никакого отношения не имеет это точно ее фраза сегодня сообщение о чудесах происходит с завидным постоянством с чем это связано не является ли умножение чудес предвестником беды за страшным терактом на вещевом рынке в Самаре сухие цифры 10 человек погибло около 70 ранено тогда за всеобщей паникой мало кто обратил внимание что в 3 метрах от эпицентра взрыва стоит контейнер с соляркой который по необъяснимой причине не сдетонировал в это невозможно поверить но накануне этой трагедии в поселке Горьковском на одном из камней проступил гневный лик Иисуса Христа мы находимся в поселке Горьковский у истока царицы реки именно вот в поселке Горьковском есть курганы которые свидетельствуют о том что это древнейшее поселение людей в этом месте исток реки царица питает приток Волги воды этой малой реки в 15 веке дали название городу царицын и явили миру природное чудо целебный источник воду в роднике стали почитать благодаря деду Тарану который пил только эту воду и прожил более ста лет на моей памяти 11 человек которые прожили более 96 лет и вот таких примеров много дед Таран 102 года Василий Рябыш 96 лет Бабдусе 96 лет те которые помню я это единственный источник питьевой воды другой воды здесь просто не было у меня есть знакомый это Александр который как только он приходит в родник и ему это помогает в тот день хранитель источника Николай Таранов дед которого когда-то облагородил родник попросил мужчин заделать небольшой пролом в каменной стене который образовался от стока весенних вод мы подняли камень наверху который лежал неизвестно откуда неизвестно сколько лет и мы его сюда притащили и поставили в этот пролом просто закрыли потом прошло какое-то время пошел слух что на камне видно какое-то изображение есть люди которые говорят что видели какое-то свечение взгляд спасителя проступивший на камне печальный и гневный одновременно это заметили и служители церкви и сам Николай Таранов когда решил проверить рукотворное ли это чудо вот посмотреть например контур волос волос такое пища здесь вот глаза нос это все четко видно но тут идут школы вернее непонятно как оно произошло буквально вот если только бы это делал художник то тут точно копия вот так вот видно вот здесь вот идут прям контуры такие ну это непонятного происхождения эти вещи странное совпадение но после проявления этого лика на Россию обрушилась череда несчастье авария самолета Ту-134 в Самаре гибель шахтеров под Новокузнецком и пожар в доме престарелых в станице Камышеватская Господь сказал что вы вы узнаете эти эти моменты потому что я вам покажу таким образом мы видим что столько пожара действительно столько война там война там во многих странах это тоже говорят о том что люди неспокойные проявления этих чудес говорят о том чтобы люди более обратились обратили внимание на то как они живут как себя ведут перед Богом обычно о церковных чудесах говорят как о Божьем даре который невозможно ни понять ни осмыслить а может это всего лишь то что пока не смогли разгадать ученые в июне 2011 года в старинном казачьем храме в станице Курджипской Майкопского района Адыгеи произошло чудесное явление иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина как рассказывает настоятель церкви отец Иоанн чудо явилось перед праздником Вознесения батюшка начал порядок делать в храме притирать иконы и заметил что под стеклом проявилось то же самое образ Матери Божьей просто на стекле вот инструментов не было поэтому руками пришлось отодвигать гвозди снимать стекло тогда выяснилось что старинная икона расположенная в трех сантиметрах от стекла чудесным образом на нем отобразилась чудо подтвердила специальная епархиальная комиссия стекла стоят мужского монастыря тоже в честь архистратега Божия Михаила пригласили он тоже из этой комиссии епархиальной они пришли и рассматривали эту икону и подтвердили что это действительно явление это очень редкое явление было проведено исследование раскрывались все иконы храма но больше нигде отпечатков святых образов не было исследовательская группа Павла Флоренского не раз сталкивалась с таким чудесным феноменом если это простое конденсация вещества то оно равномерно слоем покрылось икло мы изучили то вещество которое на иконе его нет ни в дереве ни в краске ни в лаке ну языком химии оно принадлежит к классу мыл некое органическое вещество ну мы не смогли объяснить у служителей церкви есть свои объяснения по рассказам настоятеля церкви отца Иоанна этот казачий храм 1865 года постройки уцелел самым удивительным образом таких старинных храмов в нашей стране остались буквально единицы остальные были уничтожены пожарами которые очень часто случались на Руси а как известно именно образ Пресвятой Богородицы неопалимая купина охраняет любое жилище и церковь от пожаров природных и духовных как объяснить в душе человека тоже бывают такие неприятности потом бушует искушение всякие человек приобретает эту икону не только для пожара там дома чтобы не дай Бог не произошло какие-то неприятности а молится чтобы Господь утешал свою душу тоже слова отца Иоанна подтверждает невероятная история за год до чудесного проявления лика иконы на стекле в одном из поселков Майкопского района женщина обошла с иконой Пресвятой Богородицы неопалимая купина свой дом после пожара который обрушился на поселение из-за короткого замыкания только ее жилище и осталось невредимым я думаю что Господь нам дал все на благо и если очень захочется что-то объяснить и понять сделаем мы все можем человеку все дано но доказав или объяснив этого мы не снимем факт чуда и радости его восприятия так же и в данном случае как объяснить чудеса попробуем объединить основные понятия которые наука и церковь считают самыми главными религия называет родоначальником жизни силу Бога а наука определенный вид энергии а подразумевают при этом одно и то же возможно и ответ нужно искать в соединении этих понятий а это может дать большие преимущества в познании мира а не в борьбе там противоположностей каких-то так поэтому значит можно считать что устройство человека и устройство планеты Земля базируются на иных тонких условно условно говоря тонких материях или там частотах скажем на других последователи теории Вернацкого считают что у Земли как у человека тоже есть душа это и ее разум и разум всех живых существ живших когда-либо и существующих ныне принято называть это ноосферой тонкие тела планеты и людей имеют одну природу а это значит что человек на подсознательном уровне вполне способен общаться с Землей и происходит это в определенных местах по-другому можно назвать их еще места силы такое название оно было известно с древности места силы места в которых человек получает не просто особую энергетику а люди например с особой чувственностью они получают откровения еще одно место в России где природа способна подчинить своей воле человека находится на Южном Урале путь Марины Середы научного сотрудника парка Таганай лежит горному массиву три брата цель испытать на себе тот якобы сущий кошмар от воздействия каменных пород и валунов на людей и животных о которых часто рассказывают очевидцы когда Марина завершила изучение горных пород она решила развести костер не успев и согреться женщина вдруг ощутила странное воздействие будто кто-то невидимый ослабил ее волю когда я туда пришла и стала разводить костер то вдруг я почувствовала такое состояние какой-то невесомости и какой-то команды что я должна обязательно пройти к валуну которую я вообще раньше даже не замечала когда разводила костер я к этому валуну подошла встала на четвереньке и начала ползать я вообще сама по специальности геолог мне было интересно с одной стороны прощупать этот валун посмотреть что же меня такое издалека привлекло а с другой стороны я не могла понять что умной руководит вдруг рядом что-то треснуло в следующую секунду раздался грохот Марина оглянулась в пяти шагах от нее на тропе лежала совершенно здоровая береза диаметром около двадцати сантиметров как потом я уже поняла все-таки я нашла в себе смелость вернулась посмотрела это была береза которая упала как раз на эту на тропинку по которой мы шли с собакой совершенно зеленой кроной то есть такое впечатление как будто ее как спичку кто-то взял так вот переломил ветра не было абсолютно не задержись ученой возле чудо-волуна неизвестно как сложилась бы ее судьба неужели безжизненный камень спас Марину от неминуемой гибели возможно да он оттянул вот это вот так скажем встречу с этой березой наверное я замешкалась возле камня и получилось так что пронесло светящиеся энергетические столбы шаровые молнии призраки и феномены замедления времени на Таганая из аномальных давно перешли в разряд привычных явлений первый необъяснимый случай произошел со спасателем Александром Михеевым когда он вместе с товарищами вышел из сторожевого домика Таганайского приюта он не поверил глазам в центре большой поляны возвышался огромный светящийся столб может мягкий там твердый я не знаю но визуально он впечатление производил не эфирного какого-то тела а такого достаточно материалистичного не дождавшись его исчезновения и подчинившись какому-то странному голосу извне который словно приказал уходите спасатели вернулись в домик на утро столба света уже не было загадочность появления световых столбов связана с тем что они неожиданно появляются и также неожиданно исчезают причем они существуют довольно продолжительное время и после себя не оставляют никаких следов допустим если они появились там где растет трава то после себя никаких выжженных участков нету возможно потому что эти столбы они холодные почему они могут быть холодные все-таки они светятся а скорее всего это из-за ионизации воздуха только ли физическими факторами можно объяснить это необычайное воздействие а вдруг мы ошибаемся когда считаем природу чем-то неодушевленным и что если все невероятные феномены природы на самом деле признаки ее разумной деятельности согласно киоскому протоколу мы снизили выбросы в атмосферу для чего для того чтобы уменьшить воздействие на озоновый слой озоновый слой на тот момент был очень тонкий сейчас ученые зафиксировали что озоновый слой снова принял прежнюю толщину то есть он восстановился теперь озоновый слой в нормальном состоянии почему так произошло никто не знает может потому что планета живая сейчас руководитель мониторинговой группы аномалистики Дмитрий Волобуев не боится выдвигать такие смелые гипотезы но еще 10 лет назад когда организовал экспедицию группы по изучению аномальной зоны Таганайских гор он был большим скептиком группа Волобуева тогда встречалась с местными жителями изучала местность и тоже подверглась воздействию здешних мест но во всем пыталась найти научное объяснение в частности можно выделить звуковой мираж подножия угла высопки также это отставание стрелок часов где-то на 5 минут когда я и мои товарищи ночевали в туристическом лагере приют он как раз находится между отлитным гребнем и горой Круглица беззвучные молниеподобные сколохи в чистом небе то есть безоблачном дело в том что там пролегает разлом земной коры из разломов выделяется громадные напряженности магнитных полей которые образовывают электрические явления сравнимые с грозовыми эффект в физике известный но слабо изученный другие известные но слабо изученные феномены природы в форме плазменных шаров наблюдала сотрудница экологического отдела парка Таганай Валентина Ефимова по ее словам шаровая молния медленно покружила вокруг нее а потом ударила в пол именно шар вот такой потому что отверстие это в полу было круглое значит она круглая шаровая шар залетел и в землю ушел шаровую гостью часто видят жители деревни веселовка у непрошенной всегда одинаковые повадки будто действует она по заданному алгоритму разумно петляет при движении и бьет в одни и те же места только веселовку въезжаешь дом там стоит на окраине фамилия их Бокова была они утром встали ну как обычно лето думали на покос и гроза началась они говорят ладно не пойдем на покос и опять легли отдыхать а окно оставили открытое она только легла отдыхать и залетела вот эта шаровая молния в окно и прямо около кровати в пол и под пол ушла там в полу вот такая дыра осталась мне ни огня ничего не было но это была шаровая молния как можно объяснить такое поведение шаровой молнии по мнению Дмитрия Волобуева такие места считают классическими гнездовьями молнии что может говорить о залежах металла либо об источниках подземных вод металл и вода уменьшают электропроводимость почвы и привлекают разряды молний но есть еще одна научная гипотеза которую в начале 20 века высказал гениальный изобретатель Константин Циолковский он сказал что возможно существование жизни на основе плазмы и физических полей более того он развил свою теорию до такой степени что в будущем человечество не будет иметь физическую телесную оболочку а станет лучистой энергетической субстанцией другую гипотезу высказывает белорусский эколог Георгий Козулько который более 20 лет изучает природу Беловежской Пущи по его мнению в таких местах проходит энергетический канал между землей и космосом по которому и происходит общение сил природы и человека Вокруг тела человека существует электромагнитное поле и по-видимому существуют еще более тонкие структуры я думаю это наука будущего точно так же если мы этот подход переведем на землю то необходимо будет сделать вывод о том что это не просто живой организм а это определенная энергетическая информационная структура гипотеза о живой земле разрабатывалась еще в 80-е годы в СССР правда негласно однажды полевая экспедиция которую возглавлял кандидат геолога минералогических наук Игорь Яницкий обнаружила удивительное явление выход из трещин в районах разломов земной коры глубинного газа гелия несколько раз в сутки резко увеличивался и так же резко падал как будто в земных недрах дышало огромное живое существо он просто был поражен когда прибор замерил и убедился в том что гелия выдыхается землей но все равно что как углекислый газ человеком для него это было совершенно как для ученого такого необычный подход но его тот же подхватил идея и подтвердил вернее искать идею Владислав Николаевич Луговенко который в измирании работал который при помощи приборным приборной помощи фиксировал так называемое дыхание земли фактически он мерил если так можно выразиться ауру земли неужели земля все-таки живой организм это похоже на фантастику но если наша планета живая то как протекает ее жизнь ведь любой биологически активный объект состоит из тканей обладает целостностью и набором управляющих центров можно предположить что на планете земля тоже существуют такие энергоинформационные центры были проведены определенные исследования и получено что вот на этом биогео энергетическом уровне это пока на уровне гипотез больше рассматривается существует определенная сеть наиболее известная из них это сеть Хартман Настоящий прорыв в изучении Земли как единого живого организма совершили английские ученые Хартман и Карри они открыли на поверхности планеты так называемую энергетическую сетку замеряя электромагнитные показатели в геометрически располагающихся зонах планеты Хартман и Карри выяснили что эти ячейки открываются и закрываются в зависимости от различных космических факторов в частности расположение Луны и планет поэтому изучение вот этой вот энергетического каркаса Земли оно имеет очень большое значение и лишние подтверждения тому что Земля совсем не такая простая каменная значит образование а сугубо сугубо такое нюансно мыслящее ну можно сказать существу как же опознать истинную обитель высшего разума где его искать на Земле или на других планетах а может в поисках ответов на эти вопросы лучше изучить самих себя несколько лет назад группа астрофизиков в рамках проекта Millennium Simulation сделала компьютерную модель трехмерную модель то есть были определены расстояния до галактик и затем координаты галактики расстояния этой галактики и построено их пространственное место расположения и когда это все суммировали получилась очень интересная вещь это оказалась неравномерная структура более того с определенной текстурой с определенными закономерностями пространственными распределенными и когда взяли нервную ткань нейроны клетки нервные которые имеют отростки соединенные друг с другом то есть нервная ткань это нейронная сеть и посмотрели на галактическую сеть кластеры состоящие из миллионов галактик получилось что очень похожая структура очень похожая композиция и это наводит на очень интересный вопрос как может быть действительно вселенная живая вот два совмещенных изображения слева сфотографированы три нейрона в голове живого существа соединенных друг с другом отростками справа крупномасштабная структура вселенной большой кластер из триллионов галактик масштабы первой картинки микрометры второй миллиарды световых лет мелкие элементы вселенной по мнению ученых распределенные на первый взгляд хаотически на самом деле формируют сеть закономерно возникшую под действием вполне конкретной силы таким образом сегодня мы гипотетически можем предположить что вот эта текстура эта композиция структура вселенной это не просто так возможно это клетка какого-то суперсущества возможно это целый организм сам по себе мы здесь ничего не можем сказать это всего лишь наше предположение потому что нас мы как люди по размерам мы меньше пилинки в наших масштабах что это за организм и действительно ли он обладает разумом пока на эти вопросы нет ответа но если человечество действительно часть живой планеты то без изучения ее таинственных чудес мы ничего не поймем о космосе и нам будет трудно рассчитывать на его успешное покорение так кто же на самом деле создал нашу планету нашу вселенную да и нас самих такими какие мы есть одни считают природа другие всевышний и только скептики по-прежнему утверждают что все это не более чем фантазия как видите есть три варианта но правильный ответ каждый должен выбрать для себя сам до тех пор пока наука не ответит на самые неудобные вопросы все наши знания о нашем мире не более чем секретные территории все наши знания которые не могут подниматься в таком так помните что что все